Доброе утро, Красноярск, студия, еще раз. Мы с оператором Дмитрием Кутько находимся у красноярцев, прямо дома, в гостях. Да, приглашайте нас, если тоже хотите видеть у себя утром в 6 часов. Радом со мной стоят супруги Роман и Светлана Чалдаевы. И прямо сейчас вот я подойду к ним, а они мне расскажут про свой проект. Что это за домокровать? Доброе утро. Доброе утро. Все началось с того, что я занимаюсь несколько лет дизайном интерьера и с появлением ребенка у нас в семье, естественно, обострился вопрос организации детского пространства и, соответственно, повысился интерес к этому. И я хочу сказать о том, что не все люди могут позволить себе выделить отдельное помещение, отдельную комнату для ребенка, и поэтому организация пространства именно домика в домике особенно актуальна в условиях современности. Поэтому в голову пришел вот такой проект, вот именно домика в домике – это место, где ребенок может расти, развиваться, заниматься, спать, фантазировать, мечтать. То есть это достаточно интересно трансформируемое пространство, и поэтому… Поэтому преобразовывать можно хоть как. Вот давайте покажем, вот вы мне показывали один вариант. Роман, можно попросить? Это накинуть одеяло, да, сверху? Да. Ну да, давайте. Вот в моем детстве, в моем детстве, одеяло я закидывала на четыре стула и сидела, радовалась. Отсюда и пошел вот этот интерес именно о том, что у нас кто на четыре стула, кто стол накидывал. То есть детям всегда было интересно получить свой такой уютный домик, где можно спрятаться, посидеть, помечтать, может быть, почитать. Кто-то так занимается. Ага, ну прекрасно. А вот я сейчас смотрю, здесь какие-то ящички. У многих кроватей есть внизу ящички, да, для хранения чего-либо. Да, здесь у нас есть выкатные ящики, которые ребенок также, особо дети, которые фантазией обладают, сюда залезают. Здесь хранят книжки, здесь хранят игрушки, здесь же можно хранить постельное белье. Но как вариант, мы делаем выкатную кровать для второго ребенка, это либо для семьи с двумя детьми, либо когда приходит ночевать, кто-то в гости остается у ребенка. Можно выдвинуть дополнительное спальное место, ну и, соответственно, вместе вот в домике пожить немножко. А если ребенок вырос, вот, Роман, вы мне говорили, что делать с этой кроваткой, если ребенок вырос и уже не может на ней спать? А, как ее еще можно использовать? Ну, можно убрать основание ортопедическое, убрать матрас и использовать этот домик как только игровой домик. То есть внутрь этого домика можно поставить стол или еще что-то, сверху накинуть балдахин или одеяло, как в данном случае у нас. И, ну, используют как игровое пространство, как некий уютный домик, своя недвижимость. Ну и там... А материал из чего? Это массив, то есть это натуральное дерево, сосна наша, сибирская, то есть экологически чистое все. Спасибо вам большое. Супруги Чалдаевы с нами сегодня встречают утро. А я отмечу, что такую кроватку еще можно, в принципе, поставить на дачу и там играть, все что угодно делать. В общем, прекрасно, когда есть такие вот инновации. Студия, вам слово. Продолжение следует...